Мы поприцаем, мы, мы, чем учали! Ансамбль русской народной песни «Забава» начал свою историю в 1994 году при Центре внешкольной работы. Сначала в коллективе была одна группа из 15 ребят. В 2002 году под руководством Людмилы Карпушовой ансамбль отправился в Иваново на свой первый всероссийский конкурс. Постепенно в коллектив стали приходить все новые дети разного возраста – от 3 до 16 лет. Денис Парушонков занимается в «Забаве» более 13 лет. Русская песня очень близка к сердцу. То есть, когда даже слышишь, если кто-то поет очень хорошо русскую песню, то пробирает аж до мурашек. На самом деле русская песня поднимает настроение, даже если ты идешь, например, уставший в школу, напеваешь ее, и сразу же улыбка появляется на лице. Денис Парушонков в дуэте с Владиславом Глазковым выигрывали конкурсы и забирали домой гран-при. Владислав поступил в музыкальный колледж во Владимире. Такая же мечта и у Дениса. Коллектив участвует в благотворительных акциях, выступает в детских домах и домах престарелых. Воспитанники коллектива участвовали в проекте «10 песен Росатома» в съемках передачи «Играй гармонь». Многие участники пришли в «Забаву» в юном возрасте. Мария Новаева занимается с 3,5 лет. Привлекла сюда еще и брата. Мне понравилась народная песня, потому что в ней есть смысл. Например, про Россию есть песни. Там как бы все это поучительно. Самая главная задача объединения – воспитать в подрастающем поколении любовь к родине, уважение к ее истокам, заново раскрыть богатую культуру русского народа. Ценности коллектива оказались близки и Тимофею Солохину. Я сначала, наверное, от русских народных песен был далек, но понял то, что никто, в принципе, недалек. И даже сейчас как-то русские народные песни, сам вот это звучание, добавляют современную музыку. Здесь сразу становишься энергичным. Я себя почувствовал уже более открытым. Всего лишь год прошел, а я уже как-то больше открылся. И понял, на что я могу вообще в этом мире. К 30-летию ансамбля «Забава» прошел праздничный юбилейный концерт. Центр внешкольной работы подарил коллективу электронное фортепиано.